Ладно, друзья, на самом деле русский фолькборг республики Татарстан 30 лет назад, когда вы начинали, первый раз вступили на хороводную поляну, требовал определенного мужества. Мы все понимаем, помним, в наших бабушках, дедушках, когда в 50-х годах наказывали за следование народным традициям. Вы этот порог переступили. Второе и, пожалуй, главное. У нас много замечательных в стране мероприятий, красивых, культурных, но если бы не было вас, людей, которые сберегали народные традиции, сохраняли их, то вообще никакого смысла не было ни в мероприятии, фестиваль-караон, публиканский, ни, может быть, даже самого слова никто бы не знал, кроме, может быть, каких-то там зрелых стариков. Вы оказались теми людьми, которые взяли на себя груз и которые пронесли этот груз через 30 лет, понимаете, это огромный срок. Пронесли его не просто там, как это, согменно пронесли, а вы сделали нашей республике, и всему ее, не только русскому, кстати, населению. Вы сделали настоящий праздник. Потому что хоровон, это не только хоровод, как таково, это настоящий праздник. Сейчас это государственный праздник республики Татарстана. И Бабаев, вот, как говорится, респект ему, он тоже сегодня здесь, если у него нет, в зале, как и главы. Вот он сообразил, что это нечто такое, что нужно, как он говорил, еще в 80-х, начале 90-х, что его не может от них весом дойти. Место таски должны быть русской. А ведь, если вспомнить, в начале 90-х, когда ваш покорный слуга, я лично, ходил по кабинетам, приходилось слышать невидимые приятные слова из кабинетов, что у нас республика, это татарская, суверенно у нас татарский фольклор должен быть, с русским фольклором решайте Москву, Рязань и так далее. Нет, друзья, говорим я, мы здесь родились, здесь были наши деды-прадеды, здесь будут наши потомки, мы здесь будем петь русские песни. И вы это сделали, говорить можно сколько угодно, а пели вы. Вот это очень важно. И еще немножко хотел вас получить со сцены. Думаю, у меня микрофон, да, не отнимают еще? Нет. Вот. Не огорчила, а угорчила. Вот. Взрослые это знают. И почему я это все говорю? Надо постараться вам не просто быть в тех же костюмах и на тех же мероприятиях, а надо постараться в исходном научном смысле, привлекая для этого, и постараемся вам помочь, людей, которые, ну, научно эти владеют, надо именно пронести вот то, что котенна умерла, за нее никто сейчас у вас не поет. Правильно? Надо, надо, надо двух-трех человек, чтобы пели как котенна почти. Вот. Кабанов приезжал в прошлом году. Он этому научить может. Но похоже, что республика средств на это не выделит. Давайте подумаем, давайте сделаем по скайпу уроки пения. Кабанов слышал это, он учитель пения, понимаете, он знает весь фольклор. Он может научить, он может научить первые волосы, как котенок, он может научить серединку, он может научить низы, все. Давайте сделаем, договоримся? Хорошо. Вот. Ну и подарок. Подарок уникальный сейчас у нас в стране книги не дарят. Это вот, друзья, было в 95-м году, вы, может, не заметили, была здесь экспедиция фольклорная, первая. И, по сути, наверное, последняя. Вот. По результатам этой экспозиции, Обществу русской культуры нашему удалось пробить средства. Тогда было целых 30 миллионов рублей. Что-то вот Эльгийский лимончик Хайронин сказал, давайте будем издавать. И издали, значит, некое издание со цветными кладками и с нотами, что самое главное, и со словами ваших уникольских песен. Три хороводных, три лирических, три плясовых, три свадебных. Вот они здесь изданы. Было 5 тысяч экземпляров, а ни один экземпляр не поступал в продажу. Осталось у меня в загаршеке два вот таких вот упаковки. Одну я дарю вам. Здесь еще Демидов, глава администрации, у вас был помнен. Настя, я тебе, как молодому приемнику Сергею Алексеевичу, напишу свою дарскую надпись, пока тут остальные будут выступать, а это, пожалуйста, подальше и употребим, ну, как ищет, сочтете полезным для коллектива. Ладно, с праздником! Большое спасибо вам за пострадание!